В истории бокса было очень много значимых, драматических, бескомпромиссных и зрелищных поединков, в которых решалась судьба целого дивизиона и, конечно же, судьба каждого из боксеров, которые принимали в нем участие. Приветствую вас, трицепсы Пакмена. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим бой между Леноксом, Льюисом и Майком Тайсоном, который был невероятно ожидаем. 8 июня 2002 года. Именно эта дата была на всех постерах и во всех рекламных анонсах, которые предвещали мегабой между Леноксом, Льюисом и Майком Тайсоном. Но прежде давайте вернемся к самому началу противостояния этих монстров, а именно в 1984 год, когда эти два штепселя были еще аматорами и только мечтали о мировой славе и чемпионских поясах. Дело в том, что Тайсон и Льюис в то время уже встречались в ринге, правда, как спарринг-партнеры на тренировках. Кас Дамато, будучи настоящим экспертом, уже предрекал, что эти двое однажды встретятся на профи-ринге за чемпионский пояс. Когда в 1987 году Тайсон стал абсолютным чемпионом, Льюис только готовился к своей олимпиаде и еще не знал, что такое профи-ринг. Несмотря на то, что Ленокс старше Тайсона почти на год, свою профи-карьеру он начал на 4 года позже. Пока Лев только разгонялся и набирался опыта и популярности, Железный уже был чемпионом и гнал на полном ходу. Вот только не на очередную вершину, а в пропасть своей жизни. Заключение в тюрьме и дисквалификация после боя с Холифилдом еще больше откатила майка с олимпа, на котором ему не было равных. Вернувшись после дисквалификации, Тайсон провел 6 поединков и одержал 6 досрочных побед. Правда, две из них забрали и признали бои несостоявшимися. Против Норриса из-за ударов после гонга, а против Галотты из-за обнаружения марихуаны в крови майка. Но несмотря ни на что, люди называли это возвращение триумфальным и все хотели увидеть бой Тайсона против Юиса. Эти два имени на одном плакате вызывали море восторга и предвкушение войны. Но сначала Льюису пришлось взять реванш у Хасима Рахмана, который его уронил в первом бою. И вот когда все было уже практически готово и организовано, а интересы бойцов представляли два медиагиганта HBO и Showtime, произошло то, чего многие боялись. Отмороженность Майка. На пресс-конференции перед боем Майк устроил драку с Леноксом, за что комиссия штата Невада лишила его боксерской лицензии и бой оказался под угрозой срыва. Можно было бы найти другое место вместо Лас-Вегаса. Но другие штаты тоже решили бойкотировать поединок Тайсона во избежании каких-либо откушенных конечностей. В конце концов, заплатив 12 миллионов долларов, организаторы нашли место в Мемфисе. Бойцам также были обещаны рекордные на то время гонорары. 30 миллионов долларов Тайсону и 25 миллионов Льюису. Фаворитом в этом противостоянии считался Льюис. Ставки на него были 2 к 1. Хотя многие эксперты были уверены в его победе гораздо больше. Но обычные любители бокса, конечно же, шли за харизмой Железного Убийцы и готовы были ставить свои деньги на него, несмотря ни на какие доводы экспертов. Наконец-то событие, которого ждали миллионы, наступило. Майк начал первый раунд в своей привычной и такой любимой всеми агрессивной манере, поджимая Льюиса и пробивая ему свои мощные удары. В свою очередь Ленокс разрывал дистанцию, пробивал жесткие апперкоты, а когда опасность была рядом, входил в клинч, чтобы нейтрализовать железные хуки. Во втором раунде зрители начали наблюдать стратегический бой от Ленокса, который подстроился под манеру Майка и обстреливал его с дистанции. В третьем раунде Тайсон снова пошел в наступление и пару раз отлично попал, что даже заставило весь зал встать на ноги, но Ленокс устоял и не подал никакого вида. Четвертый раунд Льюис провел более аккуратно, ведь после парочки ударов в третьем он понял, что даже эта устаревшая версия Майка может отправить в нокаут одним ударом. Он старался работать с дистанцией своими быстрыми джебами и вставлять правый кросс, что под конец раунда дало свой результат. Субтитры создавал DimaTorzok В пятом раунде Майк хотел поквитаться за то, что побывал на канвасе и даже пару раз хорошо приложился, но быстрые и длинные джебы Ленокса четко удерживали его на дистанции и не давали ничего сделать. Шестой раунд целиком остался за Леноксом. Он классно выбрасывал прямые удары, всаживая жесткие двойки в уже уставшего Майка, который начал замедляться и не успевал уходить от ударов. Полное доминирование. Вот что зрители видели в седьмом раунде. Тайсон устал еще больше, а Ленокс еще больше попадал своими кувалдами. Субтитры создавал DimaTorzok На удивление всем, в восьмом раунде Майк бросился в атаку, но Льюис не стал встречать его джебами и идти в обмен, а начал двигаться, выжидая момент для удара. И он его сделал. Отличный апперкот заставил Тайсона присесть, а рефери открыть счет. Лев понял, что его жертва ранена и решил ее добить, устроив настоящий обстрел, который закончился правым кроссом в челюсть и техническим досрочным поражением Майка Тайсона. Этот бой закончил эру Железного Майка и вознес к небесам Ленокса. Миллионы фанов были невероятно расстроены и опечалены поражением Майка. Им хотелось верить в его великое возвращение, но этим надеждам не суждено было сбыться. Время не щадит никого, а если к нему добавить алкоголь и наркоту, тяжело надеяться на чудо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, за кого болели в этом поединке. Пикак! Все, я могу, спокойно. Раз, два, три. Это биомеханика, эффективное движение. Ее знать надо. Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба, хуба, хуба. Вот так. Хуба, хуба. Хуба, хуба.